Горную породу Стамторского месторождения проверили на радиоактивность. Контейнер с керном доставили сегодня на транспортно-грузовой терминал речного порта. Процедуру организовал недропользователь компании «Восток Инжиниринг». Поводом, очевидно, стало беспокойство, в частности, жителей Качикатцев Хангаласского района, по вопросу экологической безопасности, так как ожидается, что руду из Стамтора после добычи повезут именно через территорию этого поселка. За контрольной процедурой наблюдала и наша съемочная группа. Замеры производятся непосредственно по поверхности контейнера. Специалист обходит его вокруг, замеряя фон во всех его участках. Максимальный показатель достиг 0,45 микрозиверт. Это безопасный фон, учитывая, что разрешенные показатели должны быть в пределах 5 микрозиверт. Данные замеры не превышают допустимых значений для первой транспортной категории. На расстоянии метра от контейнера и вовсе фиксируется обычный природный радиационный фон. Это означает, что груз в контейнере может перевозиться любыми транспортными средствами и путями. С своей стороны контролируем каждый шаг, ежедневно контактируем с перевозчиком, знаем, где находится, в каком месте контейнер, пока контейнер не дойдет до грузополучателя. На примере контейнера с пробами также было показано, как упакован и в каком виде транспортируется геологический керн. Пробы внутри запечатанных деревянных ящиков упакованы в плотные полиэтиленовые пакеты. Упакован герметичный полиэтиленовый пакет, исключающий рассеивание, пыление и раскидывание. В таком виде он хранится и на месторождении. Также в проведении замеров приняли участие представители Министерства охраны природы. Они произвели свои замеры. Непосредственно на поверхности контейнера показатели также не превысили допустимых норм. Это безопасно, потому что разрешенные показатели у нас до 50 микрорентген в час. Это как бы то, что санитарно допустимо. Поэтому вот таких показателей мы не зафиксировали. Выше 50 мы показателей не зафиксировали. Далее контейнер с пробами отправится в Москву, во Всероссийский институт минерального сырья имени Федоровского. Там изучат минералогические свойства, а также будут разработаны технологии переработки руды и получения металлов. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НЛК САХА, Якутск.